Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сегодня у меня несколько необычное видео и необычность его в том, что я решила поучаствовать в кулинарной эстафете, которую проводят кулинарные блогеры. Я получила вызов от канала Анны Грибы, замечательного кулинарного блогера из Германии. Ссылочку на канал Анны оставлю под видео. Заходите, посмотрите. У канала Анны Грибы очень много вкусных и душевных рецептов. Ну а приготовить мне сегодня нужно что-то из кухни страны, в которой я проживаю, то есть из канадской кухни. И мой выбор это cinnamon rolls или булочки с корицей. Это очень-очень вкусная выпечка, которая популярна не только у нас в Канаде, но также и в Штатах. Чем мне нравятся эти булочки? Во-первых, их структура, они очень воздушные, сладкие. И придает этим булочкам особую нотку эта глазировка, которая делается на основе кремового сыра. Очень-очень вкусные, конечно, калорийные. Но иногда можно себе позволить такую вкусняшку. Ну что, ребята, список необходимых ингредиентов, как всегда, вы можете найти в описании под видео. Давайте приступим! В миске соединяю теплую воду, 1 чайную ложку сахара и сухие активные дрожжи. Дрожжи можно использовать и свежие прессованные, и сухие активные, и быстродействующие. Все перемешиваю и оставляю на 10 минут. 10 минут прошло, дрожжи активировались, можно приступать к приготовлению теста. В дрожжевой смеси добавляю сахар, ванильный экстракт или ванилин, или ванильный сахар, теплое растопленное сливочное масло, кефир комнатной температуры любой жирности, яйца комнатной температуры, и соль. Устанавливаю венчик и буду перемешивать миксером примерно 1-2 минуты. Скорость небольшая. Тесто я буду замешивать с помощью теста мяса, но это также можно сделать и руками. Как только ингредиенты перемешались, добавляю 2 стакана муки. Не советую добавлять сразу всю муку, потому что мука у всех разная, с разным процентом протеина, поэтому количество муки может понадобиться вам чуть больше или чуть меньше, чем у меня. Я использую муку хлебную, но можно также использовать муку высшего сорта. Как только 2 стакана муки перемешались с ингредиентами, убираю насадку венчик и меняю на насадку крюк. Добавляю оставшуюся муку и замешиваю на средней скорости примерно 5-7 минут. Тесто должно отлипать от стенок миски, это значит, что оно готово. Миску сбрызгиваю маслом-спреем или можно смазать растительным маслом без запаха. Из теста формирую шар, кладу в миску, закрываю пищевой пленкой и поставлю в теплое место для расстойки на 1,5 часа. Светлый коричневый сахар соединю с корицей и все перемешиваю. Прошло 1,5 часа, тесто хорошо увеличилось в объеме, снимаю пищевую пленку и теперь на тесто нажимаю рукой, чтобы углекислый газ, который образовался внутри теста, вышел наружу. Кладу тесто на рабочую поверхность. Как вы видите, рабочую поверхность мукой я не присыпала, она у меня силиконовая, тесто не липнет. Теперь тесто необходимо раскатать скалкой в пласт размером 30 на 40 сантиметров. Тесто необходимо смазать мягким сливочным маслом. Кладу его на тесто и распределяю руками. Сверху посыпаю смесью из коричневого сахара и корицы. Кстати, если у вас нет коричневого сахара, вы можете взять обычный белый сахар. Смесь аккуратно распределяю ровным слоем. Затем скручиваю в рулет, старайтесь скручивать как можно плотнее и защипываю край. Рулет разрежу пополам и затем каждую часть еще на 6 ровных кусочков. Итого у меня получится 12 булочек. Булочки у меня будут большого размера. Если вы хотите, чтобы булочки были чуть поменьше, можно разрезать и на 14-16 частей. Нож обязательно должен быть острым, иначе трудно будет разрезать булочки, не повредив их. Заготовки из булочек я кладу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Размер моего противня 23 на 33 см. Но запросто можете брать противень побольше, потому что булочки очень увеличиваются в объеме. Закрываю их пищевой пленкой и оставлю для растойки еще на полтора часа. Пусть вас не пугает такое длинное время для растойки, для этих булочек так и нужно. Вот так они выглядят после полтора часовой растойки. Снимаю пищевую пленку и отправляю их выпекаться при температуре 190 градусов Цельсия на 20-22 минуты. Пока выпекаются булочки, приготовлю глазурь. Для этого взбиваю миксером мягкое сливочное масло и мягкий сливочный сыр Филадельфия. Взбиваю примерно 2 минуты до пышного состояния. Очень важно приготовить эту смесь до того, как готовы булочки. Добавляю ванильный экстракт и сахарную пудру. Буду снова взбивать миксером примерно 1-2 минуты. Мои булочки выпекались ровно 22 минуты. Они очень увеличились в объеме, поэтому, ребята, берите противень побольше. Сразу же после выпечки их необходимо смазать глазурью, не вынимая из формы. Cinnamon rolls очень вкусно подавать в теплом виде, поэтому я советую вам, даже если булочки остыли, подогреть их в микроволновке. Мне кажется, так гораздо вкуснее. Тесто получилось замечательное, очень мягкое, нежное. По структуре просто как пух, в прямом смысле этого слова. Эти булочки не могут не понравиться. Они, правда, очень вкусные. Обязательно попробуйте, ребята, и порадуйте своих родных и близких. Я уверена, вам 100% понравится. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, поддержите меня лайками, конечно, пишите комментарии, я с удовольствием их всегда читаю. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, я всегда рада новым подписчикам. Ну и, конечно же, я продолжаю кулинарную эстафету и даю вызов двум каналам. Так нужно по правилам этой эстафеты. Первый канал – это канал Татьяна о еде и не только. Хозяйка канала Татьяна проживает в Украине, и ей нужно приготовить что-то из украинской кухни. И второй канал – канал «Готовим дома». Хозяйка канала Наталья, ей нужно приготовить что-то из русской кухни, ведь она проживает в России. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока!